Третий этап битва корпорации, он же стрельба из лука, знаменовал летние или весенние виды спорта. Мы наконец-таки выбрались на улицу из залов, из бадминтона и тенниса и других игр, которые мы проводили в закрытом повещении. Мы наконец-таки вышли на улицу, погода нам благоприятствовала и этап стрельбы из лука, который мы пропустили в прошлом сезоне битвы корпорации, мы наконец-таки к нему вернулись. Есть смысл отметить действительно то, что стрельба из лука, как показала прошлогодняя битва IT корпораций, наверное является одной из самых сильных сторон наравне с настольным теннисом, бадминтоном, сильных сторон IT компании. Так как в этом году у нас три компании IT вошли в восьмерку финалистов. Было интересно посмотреть на те команды, которые были первый раз, второй раз уже приходили. Есть, которые новички тоже показали достойно себя, провели себя, чем тоже. В принципе уже понимают, что такое стрельба из лука. Тренировки, еще раз тренировки дают свой результат в таких видах спорта, которые не являются массовыми, как футбол и баскетбол. Тренировки дают большой результат. Так команды, которые тренировались, которые уже знакомы со многими сегодняшними судьями, тренерами, которые сопровождали их на протяжении нескольких недель, показали сегодня прекрасный результат. Готовились с нуля. Готовились с нуля. Было сначала, конечно, тяжеловато, но со временем мы втянулись. Под конец у нас уже вообще мы были уже спокойно. Занимались мы долго. Об Италии по стрельбе из лука было известно заранее. Дату мы тоже указали практически, наверное, за месяц. Поэтому многие команды, ну не менее трех-четырех тренировок они провели. Ну, мне просто нравится этот вид спорта, например. Он очень такой грациозный, очень красивый. Да, это красивый вид спорта. А мне с детства хотелось попробовать, но вот попробовал. А я даже никогда не думала, что я буду стрелять из лука. Ну, это просто потрясающий вид спорта. Это фортуна в последней серии перестрелка. В ПТС просто не получился один выстрел, один и стратов. А в айтбокс попали все три в желтое и выиграли. То есть тут от новичков до профессионалов все равные шансы перестрелки. У кого больше нервы, рука не дровнула в последний момент. Попасть в финал это было дорого. 24 команды, если я не ошибаюсь. Попасть в финал это дорого стоит. Это серьезно. Успех моей всей команды. Спасибо вам, ребята. Молодцы. Спасибо тебе, капитан. Стрельба из лука. Это у нас третий этап. Всего у нас этапов в весеннем футке 5. В принципе, наверное, уже сейчас можно говорить, что мы вышли на ту финишную прямую, где участие каждой из команд и результаты каждой из команд очень важны для финального подведения итогов. Да, у нас уже сформировался костяк, который поборется, скорее всего, за Кубок чемпионов, так называемый. Но я думаю, что в этом году, в этом сезоне, в тройке призеров так точно, нам стоит ожидать сюрпризов и новых команд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!